Папа может все что угодно. В третье воскресенье октября мы в третий раз отметим День Отца в России. Кто они? Современный папа? Какие ценности прививают своим детям? И чему их учат? Об этом поговорим с многодетным папой и председателем Совета Отцов Самарской области Константином Доладовым. Константин Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Очень рады вас видеть, тем более, что вы специально приехали к нам на съемку из Самары. За это большое вам спасибо. Мы знаем, что ровно год назад губернатор поддержал инициативу по созданию Совета Отцов Самарской области. И, конечно, приятно видеть такое большое количество активных, инициативных мужчин, которые входят в этот совет. Какую работу провел совет за последний год и о каких бы проектах вы, наверное, рассказали бы с особой гордостью? Во-первых, большое спасибо за приглашение. С большим удовольствием приехали, потому что мы сейчас очень много проводим общения с разными аудиториями, с отцами. И, в принципе, не только с отцами, популяризируя наше направление, нашу деятельность. Как вы правильно сказали, примерно год назад, конкретно 17 октября, был создан Совет Отцов, приуполномоченный по правам ребенка в Самарской области. Вот уже практически год мы существуем. Есть действительно чем похвастаться, есть победы, есть какие-то небольшие неудачи, но мы как бы верим в это направление, уверенно движемся вперед. Я хотел бы сказать, наверное, что вот этот год, он год такой становления. Я думаю, что и следующий год тоже будет годом становления вот Совета Отцов, потому что сама по себе мужская аудитория, она такая достаточно скромная, зажатая. Ее нужно раскачать, к ней нужно найти подход. Мы большую работу проделали по формированию территориальных советов отцов на территории области. Но мужчины, вот еще раз повторюсь, немножко скованы, немножко боятся, потому что им должного внимания, как я считаю, раньше не уделялось, а сейчас появилась возможность, и вот они начинают потихоньку раскрываться. Ну, папа немножко удивлены, ничего себе столько внимания нам, да? Ну, да-да-да, и вот начинается вот это вот, начинается движение, начинается активность. Очень приятно, что отцы нас поддерживают, мужчины, не обязательно многодетные, самое главное, чтобы был отец. Вот это вот как бы основной критерий. Что сделали отцы за последний год? Какие социально значимые проекты? Я очень слежу за вашей страницей ВКонтакте, Совет Отцов 63, он называется. Очень у вас активная жизнь вашего совета, расскажите подробно об этом. Мы совет не который, бла-бла-бла, поговорили, разошлись, а именно такой практический проект. Мужчина сказал, мужчина сделал, наверное, из этой части. Да, из этой серии, да, проектно-ориентированной. То есть собственным примером, собственными проектами, практикой показывать, какой должен быть отец, популяризировать вот это здоровое отцовство, спортивное отцовство, многодетное отцовство. И разрабатываем проекты. Проекты абсолютно все разные, разные по содержанию, разные по материально-техническому оснащению, разные по значимости. Где-то бывают шуточные проекты, есть где-то масштабные проекты, поэтому они абсолютно все разные. Ну, давайте расскажем о некоторых из них. Какие это были, которые запомнились? Наверное, самый масштабный, который... Есть яркие о них, отдельно стоит рассказать, есть масштабные проекты. Но, наверное, самый масштабный проект – это проект «Песни победы отцов». Суть его заключалась в том, что мы накануне 9 мая за несколько месяцев объезжали с филомоническим обществом, это знаменитый хор Ощепкова Владимира Михайловича, мы объехали практически все области, формировали в муниципальных образованиях хоры, то есть из отцов. Это не какие-то профессиональные хоры, это хоры из присутствующих в зале, которых мы приглашали на сцену, они с нами совместно исполняли несколько военно-патриотических песен, и таким образом формировали вот этот вот спонтанный хор, который 9 мая приехал на площадь Славы, должен был после прохождения Бессмертного полка, но в этом году, знаете, его немножко там скорректировку внесли, отменили. Но, тем не менее, наше мероприятие состоялось, представители вот этих хоров приехали, и мы на площади Славы все вместе, объединившись, там порядка тысячи человек исполнили несколько военно-патриотических песен, их там у нас 10 было в репертуаре. Это было грандиозное шоу, такое до мурашек, большой такой положительный отклик нашло и в социальных сетях, и среди присутствующих, и все отцы были просто восхищены. И мы надеемся, что это станет как бы доброй традицией, каждый год этот проект будем повторять. Это был такой самый масштабный, наверное, проект, когда мы охватили практически всю губернию. Один из ярких проектов, который мы реализовали, кстати, что интересно практически на территории Тольятти, это была одна из серий отцовского маршрута. Да, давайте отдельно тогда скажем, что в Тольятти тоже есть совет отцов. Да, совет отцов в Тольятти, как и в других муниципальных образованиях и в других городах Самарской области, он еще находится тоже в стадии формирования, такая стадия становления идет, но тем не менее уже есть лидер, это важно, потому что если нет лидера, ничего не получится. И самое главное, что лидер неравнодушный. Это Дмитрий Абрамов, он, так сказать, подтягивает к себе таких же неравнодушных отцов. И вот сформирована территория городского круга Тольятти, совет отцов, и он тоже совместно с нами и без нас, и самостоятельно реализует проект. Вот один из проектов, который мы реализовывали, это одна из серий отцовского маршрута была, когда мы с берега водохранилища на Ялах переправились в реку Усу. Вместе со своими детьми, что самое главное? Вот здесь даже не это главное. Не это главное? Главное, что это только отцы. Никаких жен, тетей, бабушек, тетушек, то есть никого, никакого жена. Отцы и дети. Отцы и дети, да. И отцы детей своих, племянников, тех детей, за которых можно поручиться, брали с собой. Я лично брал несколько ребят, которые не могли, чьи отцы поучаствовали, чьи родители находятся в зоне СВО. То есть мы этих детишек брали под свою ответственность, и они с нами провели прекрасно. И сколько дней вы там были? Мы в пятницу с утра переправились, там у нас был разбит палаточный лагерь, учили детей ставить палатки, учили детей готовить еду, учили детей рыбачить. Были разные активности для них. Отцы между собой взаимодействовали. И самое главное, что на территории вот этого трехдневного лагеря отцовского, где только мужчины и дети, сухой закон, никакого сквернословия. Полностью все отцы посвящают 100% времени своим детям, другим детям. Дети наверняка остались в восторге, папы тоже, и теперь уже все думают, когда начнется уже следующий летний сезон, чтобы вновь отправиться в такой маршрут. Мы хотим не ограничиваться ни летним сезоном, ни какими-то другими рамками. То есть если есть инициатива, мы ее поддержим, кто-то из отцов выходит, не обязательно это из нашего президиума, это может из любого другого города. В эти инициативы мы присоединяемся, и можем вместе с грибами сходить в ближайшие выходные. Но опять отцы учат собирать грибы, передают свои навыки, показывают какие-то свои умения. Вот в одном из своих интервью пару лет назад вы сказали, в нашем обществе роль отца в семье недооценена. Сейчас так же думаете? Или все-таки ситуация, наверное, как-то немного допоменялась? Ну, вообще, вот этим вот отцовским движением, если таком можно выразить, я увлекаюсь достаточно давно, но это было, скорее всего, такое любительское самовыражение, когда мы несколькими семьями, там, отцами собирались, с детьми занимались, какие-то им тоже активности устраивали. Я, к сожалению, не помню, в рамках чего я вот это сказал, но я придерживаюсь примерно той же самой точки зрения и сейчас, поскольку, к сожалению, я считаю, что семья, которая вот такая традиционная, патриархальная, она потеряла, к сожалению, свой статус. Этому есть разные причины, и объективные, и субъективные, и феминизация общества, и какие-то военные конфликты, и подмена интересов, и размытый гендер. Вот это все приводит к тому, что вот какая-то патриархальная семья, она как-то уходит вот на второй план, и мужчина вот тоже уходит. Заглавенствующая роль папы, она несколько тогда... Да, теряется, да. И мама, порой даже бабушка занимает первую вот это, на первом фланге, а папа, к сожалению, где-то вот там вот позади. И вот руководствуясь тем, что это вот именно так, ну, по-моему, да, то мы считаем, что нужно как раз статус вот отца поднимать, демонстрировать успешное отцовство, про них нужно как раз снимать ролики, про них нужно снимать фильмы, их нужно показывать. Про них нужно говорить. Про них нужно говорить, чтобы у детей появлялись такие социальные ориентиры правильные. И у самих отцов тоже появлялись какие-то ориентиры. Поскольку мы работаем с двумя аудиториями. Первая аудитория, это, конечно, состоявшиеся отцы, которые порой ищут ответы на вопросы, которые просто не знают в силу неопытности или им нужно что-то подсказать. И, безусловно, мы работаем на будущее. Это вторая аудитория, это наши дети. То есть в них формируем вот эти правильные подходы, традиционные семейные ценности, здоровое отцовство для того, чтобы в будущем они реализовались как нормальная полная семья. Вот давайте сейчас поговорим еще одну важную тему. Сейчас на уровне государства и региональных властей очень много делается для поддержки семьи, в том числе многодетных. Вы многодетный папа, у вас пятеро детей. Вот с этой точки зрения всего ли достаточно, всего ли хватает сегодня многодетных в плане именно поддержки? Или есть еще над чем работать? И если есть, то над чем? Ну, что такое многодетная семья? Это прежде всего дефицит времени. Самое главное, да? Самое главное, да. Это как бы из опыта. Соответственно, государство, безусловно, сейчас, я бы сказал, такие семимильные шаги уже делает в сторону поддержки и многодетных детей, и в принципе, семей. Можно много там мер социальной поддержки перечислять. Но я бы хотел, поскольку вот я тоже недавно пригласили, вошел в общественный совет многодетных, тоже он по инициативе губернатора был создан. Я тоже стал недавно членом этого совета. И одна из рекомендаций, которые я бы хотел транслировать, это цифровизация. Цифровизация, чтобы максимально уйти от бумажного лакита, поскольку дефицит времени у многодетных семей, он всегда присутствует. И когда есть возможность сделать что-то там в онлайн формате, дистанционно, это, ну, несколько сокращает. Или упрощает жизнь во многом. Попрощает жизнь во многом, да. Вот на этом я бы сделал акцент и, ну, как бы попросил бы максимально к этому еще приблизиться. То есть есть, в общем-то, на чем работать. Да, да. Ну, в общем, мы сегодня как раз-таки говорим о том, что сегодня все взрослые максимально загружены. И, в общем-то, конечно, на себя даже время-то сложно найти. Как вы находите время и где его находите на своих пятерых детей? Знаете, у меня есть такая фраза любимая. Вот она звучит так, что мечты, придуманные вдвоем, сбываются в два раза быстрее. Здесь, вот отвечая на ваш вопрос, конечно, хочется сказать, что это только благодаря совместной работе, совместным усилиям с супругой. То есть если вы с супругой на одной волне, если вы думаете одинаково, мыслите одинаково, там, ценности одинаковые, цели одинаковые, то, безусловно, находятся на все время. И я считаю, что вот прежде всего только благодаря тому, что вот есть понимание... Такое некое семейное планирование, да? А семейное планирование — это второе. Это вот второй тезис. Я тоже относительно недавно, несколько лет назад его вывел. Такой семейный менеджмент. Вот я его обозвал, назвал. Это когда старший помогает младшему с уроками, старший может там плечо подставить, младший тоже по каким-то задачкам, может быть, не таким там значимым, не таким большим, тоже... Когда четко у всех есть свои какие-то задания, задачи, которые он должен выполнять внутри своей семьи. Ты кормишь рыбок, ты с собакой гуляешь, ты там посуду моешь, общую посуду. Потому что у нас есть правило, например, там каждый за собой моет посуду и попробуй только не вымой. А вот если еще общая посуда, вот ты сегодня общую посуду моешь. Вот так вот семейный менеджмент и общее взаимопонимание внутри семьи, вот таким образом время находится. В группе «Совета отцов ВКонтакте» очень нравится ваша постоянная видеорубрика «Пять вопросов отцу». Для зрителей поясню, значит, там многозетные папы очень коротко отвечают на различные вопросы. С вашего позволения, если вы не против, я вот тоже вам эти вопросы задам. Итак, кто в доме хозяин? Ну, я считаю, что хозяин, безусловно, тот, кто берет на себя весь груз ответственности. Вот, и по моему разумению, это должен быть однозначно отец. Поэтому я считаю, что отец в доме хозяина. Итак, каким должен быть настоящий хозяин? Раз хозяин – отец, значит, это должен быть тот, к которому все по плечу, а не по барабану. Вот такая вот фраза, да. Хорошо. Отцовство – это? Отцовство – это, конечно, прежде всего ответственность. Ответственность, отцовство – это продолжение, отцовство – это радость, это любовь. Ну, прежде всего, это ответственность, колоссальная ответственность. Хорошо, следующий вопрос. Что вы делаете, когда дети не слушаются? Хотя, наверняка, у вас уже взрослые ведь дети. Ну, как взрослые, в самом младшем – пять. А, тогда еще, да, еще можно поговорить с тем, что не слушаются. Да, там есть, где не по слушанию проявиться. По-разному, все зависит от ситуации. Бывает, и где-то приходится голос повысить, бывает, где-то приходится идти на компромисс, бывает даже шлепнуть приходится. То есть, ну, все зависит от ситуации. Но не нужно перегибать, нужно доверять, нужно находить диалог, нужно сходить с точки соприкосновения. И вот стараются тогда после этого слушать. Какие есть традиции в вашей семье? Ой, традиций у нас очень много. Этому можно целую передачу посвятить. Но у нас есть самая яркая традиция, которая 17 лет уже проходит. У нас есть такое понятие, как рождественский теннисный турнир. Когда мы вечером 6 января собираемся дома или у кого-то в гостях, но это вот уже 17 лет происходит, будет вот в январе 18-й турнир. Мы приходим, есть вход, есть платный вход на это мероприятие. Он заключается в том, что нужно приготовить блюдо с презентацией. Приходит семья с детьми, приносит какое-то блюдо. Это может быть какой-то скромный салат, это может быть какая-то там фаршированная щука или всё, что угодно, на что фантазия. И обязательно презентация. И вот мы презентуем это блюдо. Каждая семья с детьми, без детей, по-разному ситуации. Рассказывают об этом блюде. Это может быть фейверк, стих, поэм, всё, что угодно. Какое-то театральное действие. И потом у нас закрытое голосование за вкусовые качества и за презентацию. Мы определяем победителя, награждаем ценными призами. А потом играем в настольный теннис. Тоже мальчики против мальчиков, девочки против девочек, дети против детей. То есть и тоже определяются победители. И так вот происходит уже на протяжении 17 лет. Потрясающая традиция. Да, она у нас и выездная, и мы в другие города выезжаем к нашим друзьям. Ну, приглашают, потому что знают, есть такая традиция. То есть она уже за пределы Самарской области вышла. Спасибо большое, Константин Юрьевич, за этот тёплый такой, по-настоящему семейный диалог. Спасибо большое. И, конечно, успеху. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Спасибо. Я напомню, в нашей студии был председатель Совета отцов Самарской области Константин Доланов. Субтитры создавал DimaTorzok